У нас сегодня торжественный день, последнее занятие по второй ступени сертификации LPI, даже по этому поводу у нас, видите, вон там Hitman стоит с цветами. Мы будем разбираться с шифрованием. Рассматривать мы будем с вами в части 4 темы 110 и простое шифрование файлов. Выполним простейшие действия, это создание ключей для шифрования, зашифруем файл и расшифруем файл. Понятно, что вручную обычно такие действия производятся очень редко, но все программное обеспечение, все функции операционных систем, которые занимаются тем же самым, они выполняют такие же действия, просто скрыто от пользователей, чаще всего. А мы с вами посмотрим начинку, как это все происходит, элементарно, просто на примере нашей Ubuntu. LPI просит нас разобрать, как осуществлять действия по шифровке и расшифровке при помощи GNU-PG или GPG. Это аналог программы PGP Pretty Good Privacy, я вам не стал все эти аббревиатуры высовывать в отдельный слайд, я думаю, обойдетесь без него. Значит, GPG, программа для шифрования и дешифрования информации, она основана на той же паре ключей, открытый и закрытый ключ, как мы делали все до этого. Те же самые алгоритмы шифрования, может хранить наборы ключей пользователей, то есть слуть в том же самом. Мы для того, чтобы зашифровать информацию какую-то, берем публичный ключ пользователя, которому мы хотим эту информацию отправить, зашифровываем при помощи этого публичного ключа, и только сам пользователь, у которого есть его закрытый секретный ключ, может эту информацию расшифровать. Начнем с того, что сгенерируем ключи. Никаких прав SuperPoliC'a не нужно, мы генерируем ключи для нашего обычного пользователя. Вообще для этого всего используется команда gpg, можно посмотреть в мануал, там огромное количество ключей. Мы сейчас сгенерируем ключи. Соответственно, он нас спрашивает, какие мы будем выбирать типы ключей. Мы уже это все проходили, выберем вариант по умолчанию. У нас будет использоваться RSA и для подписи, и для шифрования. Напоминаю, ключи у нас могут использоваться для подписи документов и для шифрования документов. Размер ключа по умолчанию меня устраивает. Можно сделать ограничение срока действия ключа. И действительно, на практике лучше это делать, чтобы у вас ключи истекал у них срок действия, и вы периодически их обновляли. То, что если вдруг по какой-то причине ключ утечет, он все равно через какое-то время кончится, и ничего страшного. Точно так же, как с паролями. Желательно, чтобы пароль был какой-то срок действия, после которого пароль нужно менять. Соглашаемся. И он спрашивает наше настоящее имя. Интересно то, что у нас в русскую Ubuntu предлагается, видите, Баба Яга, пенсионер. Значит, я ввожу свое настоящее имя. Ввожу свой e-mail адрес. Все время его забываю. И он просит как-то обозначить наш ключ. Я давайте его назову CMIFK, например. Вот мне так просто его называть. И теперь самое важное. Мы принимаем, согласно информацию по букве O. Hitman только что выронил один цветок. Не может она держать. И теперь нам нужно придумать еще пароль. Можно использовать пасфразу какую-то для этого ключа. То есть, точно так же, как обычно, у нас две степени защиты. И мы здесь сейчас придумаем пароль для нашего ключа. Я давайте сделаю пароль. Какой-нибудь слитно на латинице. Я буду нажимать. Стоит латиница O. Sport. Ты. Мир. Будет у меня такой ключ. Еще раз. O. Sport. Ты. Мир. И теперь нам нужно будет минут пять чем-то заниматься. Потому что нам нужно 247 случайных байт. Это очень долго. Нужно открывать, не знаю, браузер. Нужно передвигаться по наутилусу. Минут пять что-то делать. Я сейчас этим всем позанимаюсь. После чего я получу ключ. Запись я пока тормозну. Прошло минут восемь и ключ наконец-таки готов. Мы можем посмотреть, что у нас получилось. Для этого существует у нас скрытая папка gnu.pg. И в ней у нас находится несколько файлов. Самое важное здесь то, что у нас есть наш публичный ключ. Вот он. И есть у нас наш закрытый частный ключ. Вот он. Все остальное нам на данном этапе не важно. Значит мы можем посмотреть существующие ключи опять же при помощи утилиты gpg с командой list key. Выведи ключи. И он говорит мне то, что да, у айдишника меня с моими реквизитами есть вот такой вот открытый ключ и есть такой вот подключ. Подключи обычно у нас используются для шифрования. А обычные ключи для подписи. Саб ключей может быть несколько. Но у нас сейчас вот буквально один пап ключ и один саб ключ. Мы можем этот саб ключ экспортировать. То есть мы опять же используем команду gpg. И говорим экспорт. Наш ключ. Нам нужно его как-то обозначить. Например мы можем его обозначить по вот этому комментарию. И сказать cmafk в файл gpg. Ну например паблик. Вот так мне будет проще его экспортировать. То есть я сейчас беру из системы и экспортирую свой публичный ключ. Сам этот ключ он создан как двоичный. И мы не можем посмотреть его содержимое. То есть я скажу cut gpg паблик. У нас вот такая вот там билиберда. Мы не можем ничего увидеть. Значит теперь этот публичный ключ я могу отправить тем. Ну или вообще где-то опубликовать. Чтобы все те кто хотели отправлять мне шифрованную информацию. Зашифровали ее при помощи этого ключа. У меня есть удаленный сервер наш Ubuntu. Я сейчас отправлю этот ключ туда на эту Ubuntu. Удаленный сервер. И там на удаленном сервере создам файл. Зашифрую и перешлю себе его обратно. Такой у нас план. Значит мы с вами уже умеем пересылать файлы команды scp. Мы будем пересылать наш файл gpg.public. На удаленный сервер. Я к нему подключаюсь через их визиты 10.0.1.6 с пользователем админ. И там пусть он ляжет в домашнюю папку пользователя админ. Мне так нравится. Да, для этого мне нужно будет получить доступ к секретному ключу на тот момент, когда создавали с вами Open SSH. У меня по-моему тогда был секретный ключ. Хочу на воздух или я хочу на воздух. Давайте попробуем я хочу на воздух. Я хочу на воздух. Неверно. А просто хочу на воздух. Получилось. Переслал ключ на удаленный сервер. Еще раз подчеркну. Сейчас я вводил ключ для подключения к удаленному серверу через SSH. Это то, что мы делали на предыдущих занятиях. Подключаюсь на удаленный сервер. SSH админ 10.0.1.6. Не спрашивайте у меня никакого логина, пароля. Потому что у нас уже, если вы помните, настроены сертификаты. Я доверяю удаленному серверу. Удаленный сервер доверяет мне. Я залогинился. Вот могу там даже систему пообновлять. Смотрю. И да, там оказался этот ключ. gpg.public. Теперь этот ключ нужно там импортировать. Мы можем сейчас посмотреть, есть ли какие-то ключи на удаленном сервере. Но там сейчас эта команда в первый раз будет выполняться. Поэтому для начала он создаст все вручную. Теперь я снова выбираю gpg-листки и вижу, что никаких ключей нет. Поэтому я импортирую только что присланный со своей машины ключ. Подчеркиваю, я сейчас нахожусь на удаленном сервере. Вот вы это можете здесь посмотреть, куда я послал свой ключ. И говорю gpg-import. Импортируй. Мой ключ, который я только что сюда скопировал. gpg-public. Проверяю через gpg-листки и вижу то, что да, на удаленном сервере точно так же показался мой публичный ключ с моим ID-шником и с моим подключом. Теперь я могу создать файл и зашифровать его при помощи этого публичного ключа. Я создам какой-нибудь файл .txt. Напишу в нем то, что сегодня у нас это последний урок. This is our last lesson. Сохраняю этот файл. Отлично. И шифрую его. gpg. Для этого опять же используется out. Какой файл я хочу получить на выходе. Например, secret.file я хочу получить на выходе. Кто будет получателем? Recipient. Тут я должен указать реквизиты ключа. Я могу опять указать CMIFK. Могу указать свою почту. Могу указать свое имя, например. Поэтому давайте сейчас укажем в кавычках мое имя. Кирилл Симаев. То есть по этому полю он ищет ключи у себя. Вот у меня есть такие реквизиты ключа. И ключ. Encrypt. Что сделать? Зашифровать. Encrypt. Мой файл .txt. Файл .txt. Говорит то, что не уверена система, что ключ действительно принадлежит мне. Но я только что сам перекидывался этот ключ. Я в этом уверен. Поэтому говорю Y. Отлично. У меня появляется здесь два файла. Помимо присланного публичного моего ключа. У меня есть файл .txt. Я его смотрю и вижу содержимое. И есть у меня секретный файл. Secret файл. И этот секретный файл даже я сейчас на удаленной машине расшифровать не могу. Потому что у меня нет закрытого ключа. Я зашифровал его и все. Содержимое его для меня уже не ясно. Выхожу с удаленного сервера. И теперь с удаленного сервера скачаю файл к себе на машину. У меня на этой машине есть закрытый ключ. Я смогу его расшифровать. Для этого у нас также используется scp. Только немножко надо наперед. Я говорю scp. Подключись к удаленному серверу. 10.0.1.6. И возьми из папки home.admin файл, который я создал секретный. Secret.file. И скачай его ко мне в домашнюю папку. Home. Симаев. Отлично. Говорит, скачал. Проверяю. То есть в обратную сторону мы скачали. Не с нашего сервера. Не с нашей машины туда, а оттуда к нам. И вижу то, что появился файл с secret file. Я точно так же не вижу пока его содержимое. Мне нужно его расшифровать. Для этого я использую опять же команду gpg. С ключом out. То есть какой файл получить на выходе. Я не знаю, что это за файл. Поэтому я напишу сам файл. Я понятия не имею, что там может быть внутри. Ключ decrypt. Расшифровать. И что за файл? Вот этот самый secret file. Просит ввести пароль. Это тот пароль, который я указал, создавая вот эту пару ключей для расшифровки информации. У меня это было о спорт и мир. Ввожу его. Говорит, что все получилось. Проверяю. У меня есть теперь какой-то сам файл. Смотрю его содержимое. Cut сам файл. И вижу то, что это тот текст, который я создавал на удаленном сервере. Ну что же. Вы научились расшифровывать, зашифровывать файлы и перекидывать их туда-сюда. Это простенькие действия. Вы молодцы. У нас же сегодня торжественный день. Мы прошли с вами две ступени сертификации для получения первого сертификата LPE1. И теоретически вы сейчас готовы администрировать сервера Linux. Это около сотни видео уроков мы с вами посмотрели. Мы готовы. Для того, чтобы получить ближе практические навыки, у нас есть с вами практический плейлист. Я сейчас планирую заняться подготовкой утерных материалов. Мне немножко осталось, чтобы были у вас конспекты, чтобы были у вас лекции, были домашние задания. Напомню, вы можете получить официальный сертификат о повышении квалификации в МТИ. Я сделал отдельный курс туда и вам нужно просто на него записаться и решить простые тесты и получить эти сертификаты. Также я сейчас хочу прикрутить к своему сайту полный аналог сертификации LPE, чтобы вы просто могли себя проверить. И начинаю готовиться к тому, чтобы создавать программу обучения по LPE2, по второму этапу сертификации Linux. Спасибо вам за то, что вы меня слушали. Надеюсь, вам эти знания пригодятся. Поздравляю вас с окончанием курса и всего вам хорошего.